Кабели Волс, Колымский и Экспресс подрезают злоумышленники. Спустя сутки после запуска волокон на оптической линии связи в Эмиконском районе жители перестали получать сигнал в сети интернет. В причинах разбиралась Туяра Филиппова. Все счастливы, все довольны, все ждут большего, чтобы уже пошло все в дома, конкретно для людей. Радость жителей Уснера от прихода в поселок высокоскоростного интернета и качественной мобильной связи сменилась с недоумением. Линию, проложенную вдоль федеральной трассы, повредили аж в 14 местах. Подрядчики за 12 лет работы такого еще не припомнят. Жители Уснеры тоже негодуют. Два дня, три дня, и раз, и связи опять нет. Конечно, это не шутки. Надо их найти, установить. И я считаю, они должны понести наказание. Нет других слов, сволочи. Нельзя так делать. Даже непонятно по-человечески, как это можно взять и обрубить. Вчера и сегодня работа предприятий, уже успевших подключить оптоволокну, была буквально парализована. Люди с трудом вот это все проделали для нас, для имеконцев. Вот эту работу. Мы знаем, что это тестовый вариант лежит. Но при этом вот именно селенаправленно вот эту такую провели обрыв. Обрезали везде, даже потащили полтора километра кабель за собой. Это вообще не понимаю, что за действие вообще. Волоконно-оптическая линия «Колымский экспресс» проложена от Нижнего Бестяха до Имеконского района всего за два года. Полностью на средства инвестора. Сейчас ВОЛС пока в опытной эксплуатации. На некоторых участках кабель проложен по земле. Этим и воспользовались злоумышленники. На самом деле, стройка будет идти еще несколько лет на территории нашей республики. И будет доводиться до проектной мощности. Это четыре кабеля оптоволоконных, которые должны быть заглублены в грунт. Где-то примерно на 80 сантиметров, на один метр. Кроме того, должны быть построены отводы от этих магистральных линий. Кому и зачем понадобилось резать кабели, да еще и в таких масштабах, предстоит выяснить. Созданные в районе оперативной группы и полиции. А здесь вот это практически стекло. Наружная оболочка – это сталь. Она также никакой ценности не представляет. И это вот для тех, кто хочет поживиться за чужой счет. Здесь оптоволоконный кабель никакой ценности с точки зрения цветных металлов не представляет. Укладчики ВОЛС, как только прибудут дополнительные муфты, восстановят повреждения. Подрезая кабели, злоумышленники наносят не только материальный ущерб инвестору, но и населению. На улучшение качества жизни которого прежде всего направлено строительство Колымского экспресса. Как сообщил представитель компании, несмотря ни на что, стройка продолжится. Дальше – на Магадан. Туяра Филиппова, Светана Поцелуева, Артур Старостин, Александр Слепцов, НВК Саха, Уснера, Якутск.